Девушки отдыхают Не хочу ничего знать Это ты ничего не хочешь знать? Я и так все знаю Все? Абсолютно А знаешь ли ты, что это за здание? Молчишь? А вот если бы ты попал в него То как в машине времени перенесся на два с половиной века назад Тогда в Петербурге по указу Петра Первого Было создано собрание диковин Названное кунсткамеры Тех, кто приходил сюда Ждали встречи с чудесами, редкостями Со всем, что зело необыкновенно И действительно, только здесь можно было увидеть теленка о двух головах Или рассмотреть, как устроены глаз и ухо Посетители обступали манекены в диковинных невиданных одеждах Были в кунсткамере вещи, связанные с Петром Первым Отпечаток его руки, отлитой на Липецком заводе Его медицинские инструменты И рядом коллекция зубов Вырванных царем собственноручно у своих подданных Солнечные часы Петра, его чернильница Стояли здесь и хитроумные По тем временам очень сложные станки Сконструированные и построенные Придворным механиком Андреем Нартовым Ставшим впоследствии главным механиком Академии наук А еще посетителей ждал необыкновенный глобус Правда, глобус, который вы сейчас видите Попал в кунсткамеру позже Но при Петре в музее был точно такой же Диаметром в 3 метра 10 сантиметров И с маленьким планетарием внутри Кунсткамера была первым российским музеем Созданным, как тогда говорили Для поучения и для знания о живой и мертвой природе Об искусстве рук человеческих А в наши дни люди создают еще более удивительные вещи Какие же? Ну, например, металл, имеющий память Быть не может Это у меня память железная Тогда смотри и запоминай Если взять прочный, тугоплавкий титан И соединить его с легким серебристым никелем Запомнил, титан с никелем То получится сплав, который назвали Никелит И вот этот сплав обладает Удивительным свойством Памятью Выгнем из полоски никелида Слово мир А затем сплав Сильно нагреем Теперь можно распрямить полоску И загнуть ее как угодно Но стоит никелиду Снова встретиться с огнем Как он вспоминает Свою прежнюю форму Вот уж действительно железная Вернее, металлическая память А что же помнит эта пластинка никелида? Сейчас узнаем Ученые, инженеры, конструкторы Придумали много интересных устройств Используя металлическую память Вот, например, можно сделать из никелида Антенну спутника При запуске сложить ее А в космосе, под лучами Солнца Она примет нужную нам форму И еще об удивительном Ты теплицы видел? Видел В них огурцы растут А сами они такие низенькие Длинненькие Длинненькие Ты в этом уверен? Еще бы А зря Эта стеклянная башня тоже теплица Конечно, мы привыкли видеть теплицы вот такими Но они занимают очень много места А эта вертикальная теплица А эта вертикальная теплица занимает в 14 раз меньше места, чем горизонтальная Выращивая столько же растений Рассаду сажают в горшочки Горки устанавливают на полке специального лифта Лифт включен И растения начинают путешествовать Вверх и вниз Вдоль стеклянных стен Высотой в 22 метра Каждое растение получает свою порцию тепла и света Но это еще не все Опускаясь вниз Горшочки попадают в специальный лоток с раствором удобрения В этой вертикальной теплице Затем, чтобы растения получали все, что нужно Следят автоматы Даже лифт, если понадобится Может включить само солнце Луч попадает на фотоэлемент И горшочки снова отправляются в путь Так что теплицы бывают не только низенькие и длинненькие Ну вот и все А еще? Ну тебе же не интересно Я этого не говорил Ну тогда смотри Эту необычную машину Придумал и собрал своими руками Эдуард Мельников И назвал Интрацикл Интра значит внутри Цикл круг Колесо Это получается Внутри колеса Скорость До 60 километров в час Повернуть можно на месте Да и дорога Интрацикл не нужна По любой тропинке проедет Устроен интрацикл так Внутри неподвижного круга двигатель Он вращает шестеренку И это вращение передается на зубцы внешнего подвижного колеса И снова интрацикл едет по шоссе Едет осторожно Не нарушая правил движения Счастливого пути Давай дальше Дальше? Дальше в следующем номере Конечно, мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания За это вам ручается Журнал «Хочу все знать»